Всем привет! В эфире Универ Новости, а в студии Елизавета Газизянова. Две недели самого громкого летнего проекта подошли к своему логическому завершению. Летний университет в Казанском федеральном университете, церемония закрытия и честные отзывы участников в сюжете Карины Саяховой. Казалось бы, федеральный проект «Летний университет-2024» только стартовал, как уже подошел к своему логическому завершению. 19 июля в Институте филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета прошла торжественная церемония закрытия одного из самых масштабных летних проектов. Две недели назад в столицу Республики Татарстан, третью столицу России, Казань, прибыли порядка 400 студентов со всего мира, если быть точнее, из 13 стран. Время летит неумолимо быстро, но участники использовали его по максимуму. Придумали, реализовали и защитили свои проекты в рамках выбранных образовательных треков, выезжали на экскурсии по городу и за его пределы, обменивались культурным кодом на мероприятиях и тематических вечеринках и просто наслаждались беззаботным, но таким продуктивным летом. Он запоминается, конечно, ребятами, участниками, которые к нам приезжают из разных стран. И я хочу сказать, что характер вообще всего мероприятия определяется теми эмоциями, теми особенностями, личностными эмоциями и особенностями, которые привносят участники, которые приехали к нам в этом году из практически 13 стран. И действительно, они очень разные, у них у всех разные желания, устремления в будущее, но их объединила вот эта летняя школа двухнедельная, и мы видим, что действительно здесь были созданы такие дружные команды. Ключевая цель проекта – это, конечно, популяризация российского образования, налаживание межличностного, межкультурного и межнационального общения между российскими и иностранными студентами. В этом году участие в нем приняли студенты из 13 стран – Абхазия, Азербайджан, Республики Беларусь, Южной Африки, Бразилия, Китай, Индия, Ирана, Казахстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и, конечно, России. По их словам, адаптации будто и не было. С легкой руки руководства, волонтеров и преподавателей вуза ребята смогли быстро наладить коммуникацию между собой и отправились воплощать грандиозные планы в реальность. По итогам прошлого летнего университета я встречался с ребятами во время моих поездок в Центральную Азию. Мы встречались с ребятами и общались с ними, именно участниками прошлого летнего университета. И они выражали славу и благодарность, и все так говорили мне, что мы до сих пор общаемся с теми ребятами, с которыми познакомились здесь. И здорово, что ребята из Казахстана подружились с ребятами из Узбекистана, Китая или Азербайджана. Я уверен, что эта дружба будет сохраняться, но всех будет объединять любовь к России и понимание того, что вот эту дружбу они нашли именно здесь, в стенах Казанского федерального университета. Образовательные треки – самая фееричная часть проекта. Ведь главное для участников не только обменяться с коллегами уже имеющимся за плечами опытом, но и приобрести новый. Программ было шесть, и каждый студент нашел для себя именно то, что искал. Шесть треков у нас было студенческих в этом году. Я побывал на защитных проектов, я вижу, как ребята поддерживали друг друга, как они боролись за победу, как они старались лучшим образом показать те проекты, которые они разрабатывали в течение этих двух недель. И я действительно рад, что у нас получилось создать эти дружные команды. На церемонии закрытия проекта традиционно подвели итоги двух недель. Дали напутствие для дальнейшего развития и чествовали лучших из лучших, самых активных студентов. На наш взгляд, если бы им задали вопрос строчкой из одной известной российской песни «Мы встретимся снова», они бы многонациональным хором ответили «Да». Каждый, кто посетил летний университет, обязательно вернется вновь. Ну а того, кто еще думает, ждем с нетерпением в следующем году. Карина Саяхова, Тимур Табаров, Тимур Ахметов, Богдан Цвященко, Хафиз Гараев, Данила Васильев. Универновости. Активные жители Казани с экскурсии посетили зоологический музей Казанского федерального университета, где им рассказали о водных обитателях водоемов Республики Татарстан. Подробности узнаете далее. В рамках проекта «Горожанин-ученый» участники посетили зоологический музей Гербария имени Версмана. Экскурсию для них провел заведующий зоологическим музеем Александр Николаевич Беляев. Проект очень важен для города и для жителей Республики Татарстан. И мы рады, что зоологический музей стал одной из площадок проведения этого проекта. Мы давно сотрудничаем с Казанским федеральным университетом в рамках нашего проекта «Стратегия развития Казанки». Они помогают нам делать различные исследования и прикладывают руку к сохранению реки Казанки. Поэтому мы решили сделать одно из занятий в стенах нашего университета и познакомить жителей с обитателями реки. В прошлом году мы посещали кафедру водопользования КФУ и исследовали, показывали нашим жителям, как выглядит вода под микроскопом. Также рассматривали различных ракообразных и то, что невозможно видеть человеческим глазом. И очень понравилось нашим участникам узнавать о том, как вообще исследуется вода в городе. Занятие провел Александр Беляев, заведующий зоологическим музеем и гербарием имени Эверсмана, кандидат биологических наук. Как отметили участники проекта, они уже не раз были в Казанском федеральном университете. Однако каждое новое посещение становится все интереснее и познавательнее. Сам проект побуждает жителей города с активной гражданской позицией не только узнавать новые и интересные факты о своем регионе, но и помогать очистить окружающую среду от загрязнений. Активная жизнь казанцев позволяет в вечернее время, либо в выходной день, насытиться новыми знаниями, посмотреть, как существует Казанка в наши дни. И в этом году добавлены еще и мелкие реки, которые впадают в Казанку. Активность горожан, очищать природные ресурсы, посещать музеи, узнавать особенности. То, что в повседневной жизни мы, может быть, проходим мимо и не всегда успеваем уделить внимания. Доступностью, легкостью общения, новыми знакомствами, новыми какими-то перспективными планами и узнавать новости о Казанке из первых уст. Это историческое здание, и здесь уже я не в первый раз была почти во всех музеях. Осталось несколько, которые я еще не успела посетить. И каждый уникален по-своему. Проект проходит третий год и стал финалистом первой Всероссийской парковой премии в номинации «Экологическая акция». В этом году мероприятие проходит под слоганом «Казанка выходит из берегов», что говорит о расширении географии проекта и о важности сохранения и взаимосвязи всех водных объектов. В этом году занятия будут проходить не только на берегах Казанки, но и на реках Ноксе, Волги и даже Свияге. Аделина Амдрахманова, Тимур Ахметов, Универ Новости. Задавались ли вы вопросом, почему небо голубое и почему в природе так мало синего цвета? Этот оттенок действительно довольно редкий, а в древние времена даже не существовало слова, обозначающего его, в то время как для других цветов названия уже были. О том, почему этот пигмент такой редкий, расскажем далее. Благодаря фоторецепторам мы видим мир во всех его ярких красках. Способность различать цвета является одной из удивительных особенностей человека и животных. Существует мнение, что она появилась у наших далеких предков, чтобы облегчить поиск спелых плодов и растений. За восприятие цветов отвечают специальные колбочки, расположенные на сетчатке, которые реагируют на определенные световые волны. Человеческий глаз под воздействием света может различить спектр электромагнитных волн, который состоит из семи основных цветов – красного, оранжевого, зеленого, желтого, голубого, синего, фиолетового. Так наше зрение воспринимает эти волны. За пределами этого спектра остаются белый, черный и серый. Если мы будем говорить о солнечном свете, то можем его смоделировать, например, таким источником света. От Солнца к нам с вами приходит сплошной спектр. Это значит, что белый свет содержит в себе примерно равномерно все цвета. И если мы с вами посмотрим на спектр, то мы увидим такую равномерную дорожку от синего до красного. На самом деле мы видим цвета не белыми, а, например, зелеными, красными, синими, фиолетовыми или даже черными, потому что каждый материал обладает селективным поглощением. Это значит, что какую-то часть солнечного спектра он поглощает, а какую-то часть рассеивает. И этот рассеянный свет как раз мы с вами видим с помощью наших глаз. Чтобы это продемонстрировать, мы используем вот такие светофильтры. То есть, например, красный светофильтр будет задерживать всю часть спектра, кроме красной. И вот мы с вами видим здесь на экране красное пятно. Если же мы будем использовать, например, светофильтр зеленый, то мы увидим, что он пропускает только ту часть спектра, которая соответствует зеленой области. Соответственно, если мы возьмем синий светофильтр, то мы увидим на экране синее пятно. Человеческий вариант цветового зрения появился лишь у приматов. В процессе эволюции животные то теряли, то вновь обретали возможность различать цвета. Зрительный аппарат пернатых и других животных становился совершеннее, а доступная цветовая гамма шире. Это поспособствовало росту аппетита и расширению питательного рациона. А такое разнообразное меню содержало множество пигментов, благодаря которым окрас и оперение живых существ менялся и становился красочнее. Биологические пигменты – это разнообразные органические соединения, обладающие способностью поглощать и отражать определенные цвета света. Они играют важную роль в жизни организмов, так как участвуют в таких процессах, как фотосинтез, защита от ультрафиолетового излучения, коммуникации между организмами и привлечение партнеров для размножения. В связи с этим возникает интересный вопрос. Почему небо, которое мы с вами видим, голубое? На самом деле все это объясняется законами физики, которые нам говорят о том, что интенсивность рассеянного света пропорциональна частоте света в четвертой степени. Самой маленькой частотой обладает красный цвет, самой большой частотой обладает синее излучение. Это значит, что если мы сделаем оценку, то синий цвет будет рассеиваться примерно в 4 раза интенсивнее, чем красный. Так вот, мы с вами можем рассмотреть такую простую модель. То есть, например, наша планета, поверхность нашей планеты, на которой находимся мы с вами. Если Солнце находится в зените, что происходит днем, то мы с вами видим преимущественно голубую рассеянную компоненту, потому что красный свет рассеивается хуже. То есть, проходя через плотную атмосферу, у нас очень сильно рассеивается синий цвет, и небо кажется нам голубым. Синий цвет является одним из самых необычных и редких в природе. Это связано с рядом особенностей, которые делают его таким удивительным. Одна из основных причин, почему синий редок в природе, заключается в том, что он редко вырабатывается растениями. Многие синие пигменты не являются стойкими, из-за чего они легко разрушаются. Когда растения вырабатывают синий пигмент, они просто не могут долго сохранить его, прежде чем он распадется на другое соединение. По этой причине многие растения вырабатывают пигменты, которые легко возобновляются и стабильны. Животные выживают и создают соединения из материалов, которые они употребляют в пищу. Ими часто являются растения. Таким образом, поскольку большинство растений не содержит синих пигментов, большинство животных также не получают химических веществ, необходимых для их производства. Отличный пример для описания этого явления – фламинго. Они рождаются с полусерыми перьями, которые становятся розовыми только после того, как они начинают есть большое количество креветок, содержащих розовые пигменты. Если бы они никогда не ели креветок, у них никогда бы не развился великолепный розовый цвет. Пигмент, который дает синюю окраску, является веществом таким, как гуанин, ксантин. Эти вещества являются частью синтеза нуклеотидов. Но когда они в чистом виде формируют кристаллы, в результате эти кристаллы могут от отраженного света давать переливы от синего к темно-зеленому. Вот, собственно, здесь представлено на этой схеме. Это как раз кристаллы гуанина. И в зависимости от того, как падает цвет, получается переливающаяся окраска. Синий цвет у животных, птиц и бабочек обычно обусловлен присутствием специфических биологических пигментов и структурных особенностей их кожи, оперения или крыльев. Например, у некоторых бабочек синий цвет крыльев достигается за счет их микроскопической структуры, которая называется фолиотактической решеткой. Эта структура рассеивает цвет таким образом, что возникает эффект синего цвета. Бабочки имеют сложные слоистые структуры на крыльях, которые манипулируют цветом так, что отражают только синий. Этот же эффект можно наблюдать в перьях голубых соек и сверкающих кольцах осьминогов. Синие оттенки у млекопитающих можно видеть еще реже, чем среди птиц, рыб, рептилий и насекомых. Некоторые киты и дельфины имеют голубоватую кожу, а золотистые курносые обезьяны – синие морды. Но мех не бывает ярко-синего цвета. Резидака Римова, Николай Осуховский, Универ Новости. На этом все. В студии была Елизавета Газизянова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова